Семён Гречко Вы открыли 227-й театральный сезон Что-то мы уже видели О чём-то мы слышали Но, тем не менее, хотелось бы поподробнее узнать Что же Рязанцев ждёт в этом сезоне Какие премьеры, какие сюрпризы вы для нас готовите Мы решили, что 227-й сезон Мы откроем начало этого сезона Это будет такое классическое театральное начало Поэтому на открытии практически мы сделали Шекспир Король Лир Вероятно, вы уже видели этот спектакль Да, нам посчастливилось В постановке Гульнары Головинской Мне кажется, постановка удалась Она, конечно, спорная Вызвала массу дискуссий Но в целом, как театральная постановка, она удалась Буквально в это воскресенье, 2 ноября Мы выпускаем «Волшебника Зумрудного города» Ставит наш режиссёр Максим Ларин Приглашаем всех деток Приводите своих племянников, племянниц Я думаю, что родителям тоже будет интересно посмотреть Это же сказка, на которой мы все росли Конечно 12 декабря мы планируем выпустить «Чайку» Ставит её Сергей Бобровский Это главный режиссёр Липецкого театра драмы Наш земляк, с которым мы давно дружим С которым мы работаем Ни разу много дружим, много работаем Но ни разу нас он не ставил И мне кажется, это тоже будет очень интересный Такой именно театральный, ну не скажу, что перформанс Но классическая театральная постановка С некими элементами современности И закончим мы этот год Мы заканчиваем «Снежной королевой», новогодней компанией Могу сказать, что уже проблемы есть с билетами Уже? Уже, да, на сегодняшний день Поэтому, если кто хочет попасть, надо поспешить В начале следующего года У нас запланирована постановка «Самая-самая» По песне «Самая-самая» Про Суаза Доран Ставить будет Анна Потапова Это известный московский режиссёр Который ставил им тарганки Сейчас она тесно сотрудничает С московским Тюзом Очень такая активная, молодая Девушка, которая, я думаю, тоже поставит Очень интересную такую комедийную мелодраму И заканчивать сезон мы будем По инцидировке по пьесе По рассказу Шолохова «Судьба человека» К 70-летию победы Ставить будет Урсула Макарова Очень интересное решение Честно вам скажу, что Именно то решение, которое она предложила И сподвигло меня дать согласие на эту постановку Потому что изначально я очень опасался Брать очень сложный материал Очень известный, очень глобальный И очень веский Но она предложила очень интересную экспликацию режиссёрскую Я думаю, что не только придут люди пожилого возраста Но я думаю, что и молодёжи будет очень интересно Посмотреть на этот спектакль Вот это планы На 227-й театральный сезон Ну, в общем-то, мы поняли, что заядлых театралов ждёт много чего интересного Если можно, расскажите, каким образом формируются репертуары На что вы, ну, в вашем лице, да, Рязанский театр драмы Старается делать упор Классика, более, может быть, лёгкие какие-то пьесы И куда охотнее идут зрители? Зритель, естественно, идёт больше на комедии Зритель, естественно, идёт больше на мелодрамы И на то, что... Куда можно прийти и отдохнуть Либо увидеть себя немножко в другом ракурсе Бывает и такой зритель, да Но задача театра стоит ведь не только в том, чтобы развлекать зрителя Смеем надеяться, что мы должны в том числе и воспитывать нашего зрителя Поэтому театр обязан брать и какие-то классические вещи Которые близки нам сегодня Брать и какие-то вещи не всегда удобоваримые С точки зрения осмысления напрямую Важно, чтобы человек вышел и задумался Очень важно Тем более, что в этом, мне кажется, и есть традиция русского театра Чтобы создавать такие вещи, после которых нужно Необходимо было бы думать Не просто создающих настроение семиминутное А чтобы человек вышел и думал О том, что он увидел И примеривал это на себя И думал, как ему поступать в этой жизни Какие оценки расставлять Поэтому мы всегда стараемся сохранить этот баланс Между, ну, не сказать, что совсем развлечениями Но все равно легким материалом, скажем так И в то же время какие-то вещи для осмысления Найти какие-то вещи для осмысления Вы говорили, что некоторые спектакли, которые у вас ставят Составят московские режиссеры Каким образом ваша совместная работа происходит? То есть как получается, что московские режиссеры Приезжают к нам в Рязани Здесь на нашей сцене Ставят свои спектакли Есть два пути Такого сотрудничества Либо вот сейчас у нас происходит Как раз такой момент Что мы Осуществляем подбор Приезжего режиссера Путем, ну, такого мини-конкурса То есть у нас есть пьеса Мы заинтересованы ее поставить В том стиле, который нам бы хотелось И собираем предложения от режиссеров Выбираем лучшие предложения, скажем так Но чаще всего Переговорный процесс идет по-другому То есть мы, естественно, собираем банк режиссеров Мы ищем режиссеров И дальше ищем совместно с режиссером Если этот режиссер нам интересен Мы смотрим его работы, естественно И дальше совместно с режиссером Определяем, какую постановку Он мог бы поставить Так, чтобы нам было это интересно Это работа заранее Это работа большая, кропотливая Интересная по-своему, безусловно И смею надеяться, что пока у нас Таких вот провальных моментов не возникало Это не обязательно только московские режиссеры Это могут быть режиссеры и из других городов И вот на следующий год, например, у нас запланировано Сотрудничество с французским режиссером На сегодняшний день Насколько охотно Ну, вообще, рязанцы идут в театр Наступил тот момент Как, знаете, вообще спрос на театральное Вообще искусство в Рязани Он все время посинусует На мой взгляд Сейчас начинается такой небольшой спад Вот в этом году Какой-то есть небольшой спад Вообще, рязанские зрители Очень благодарны зрителям Всегда большой интерес к театру Но есть, конечно, определенные колебания Мало того, что они сезонные всегда колебания То есть осенью больше, весной меньше Это мы понимаем И есть колебания еще из года в год Какие-то вот Какие-то года чуть меньше Сейчас начало какого-то легкого спада у меня ощущения Но все равно Минимум ползала всегда есть Вот ползала есть всегда Ну и наша задача Подогревать интерес Ставить хорошие спектакли Чтобы зритель приходил Ставить постановки, которые интересны зрителю Что-то новое предлагать Я думаю, что мы сейчас справляемся с этой задачей Люди ходят Вот тот же упомянутый король Ир Подтверждение Что несмотря на разные отзывы Сейчас вот спрос на билеты огромный У нас сейчас продано Три спектакля вперед практически Ну что ж, мы надеемся, что интерес рязанцев к театру будет только расти Ведь осень и зима – это то время, когда вечерами так приятно прийти в театр И посмотреть какую-нибудь интересную, умную постановку Большое спасибо, что вы к нам сегодня пришли Большое спасибо вам Приходите к нам на спектакли Мы – ваши постоянные зрители Ну а на этом мы с вами прощаемся Желаю вам всего самого доброго Увидимся в следующих выпусках Субтитры подогнал «Симон»